Вы как учебное заведение, вы знаете, есть ли это проблема реально. Да, говорить не всегда трудно. Стоп насилию в семье. Именно по таким девизам в Керченском колледже экономики и информационных технологий состоялось открытое собрание, во время которого обсуждали возможные проблемы в семьях, а также мирные пути их решения. На мероприятие были приглашены представители учебных заведений Керчи, Керченского городского отдела милиции, Центра социальных служб, психологи и пресса. Организатором данного мероприятия выступило Управление по делам детей, семьи, молодежи и спорта, а также Керченский колледж экономики и информационных технологий. Основная цель сбора – обратить внимание людей на глобальную проблему, которая касается многих. У всех у нас есть одна мечта, что мы действительно приходили домой, выходили из дома, и мы четко понимали, что наша семья, она действительно развивается и существует без насилия. Сотрудники милиции сообщили присутствующим о страшной статистике и случаях насилия в керченских семьях. Также правоохранители рассказали, что необходимо делать, если эта проблема коснулась конкретно вас или ваших родных. В случае, конечно, совершения насилия в семье в первую очередь необходимо обращаться к правоохранительным органам. Во время обсуждения был поднят вопрос об освещении темы насилия в средствах массовой информации, на которые ответила представитель СМИ Керчи. Домашнее насилие, насилие над детьми в том виде, о котором идет речь сейчас здесь, очень немного доходит до журналистов. Я не говорю о том, что этого нет в нашем городе. Я говорю о том, что об этом мы пишем мало. Учащиеся колледжа показали тематические презентации и приняли участие в тестировании. Присутствующим предложили нарисовать лицо насилия, и в большинстве случаев это было злое мужское лицо. Подведя итог, можно сказать, что необходимо бережно относиться к своим родным и близким, не закрывать глаза на существующие проблемы и всегда находить мирный путь их решения.